У нас сегодня новая тема. Сегодня мы с вами будем рассматривать, как подключать вашу базу данных из MSS к серверам через технологию ADO в RAD Studio. Для начала, пока грузится сервер, с чего начинаем? Создаем приложение. Мы с вами будем создавать библиотеку класса с названием DB Manager. Для этого мы будем создавать юнит, и в этом юните H модули описывает наш класс, CPP модули реализовывает наш класс. Давайте сразу сохраним. Это будет у нас файл библиотеки, а это будет у нас главный окошечек, а это проект DB Manager. Что нам нужно в библиотеке? Во-первых, пишем описание класса между определением констант и между скобочками, такими образными, которые определяют границы нашего H файлика. Почему это актуально в H файлике? Потому что H файлик у нас является спецификацией или заголовочным файлом, то есть он содержит описание класса, то есть типа данных и методов его возможностей. И эта библиотека с заголовочками будет использоваться у нас дальше. If you main, if you leap, CPP. Включили, здесь объявляем, там реализовывается. Класс DB Manager. Напоминаю, вот эта точка с запятой очень важна. Она говорит о том, что мы закончили определение класса, и это определение класса, окончание, точнее определение класса не будет искаться в другом модуле. Нам нужны секции, в которых будут размещены составляющие класса. Поскольку большая часть составляющих будет нужна извне, мы определяем секцию Public. Что нам нужно для того, чтобы соединиться с базой данных? Давайте для наглядности создадим модуль данных и вспомним, что нам нужно было, чтобы соединяться с базой данных. И это будет наш визор такой. Первое. Нам нужно ADO Connection. ADO Connection – это связной компонент, который осуществляет связь между моей программой и базой данных. Нам нужно в ADO Connection настроить Connection String. Теперь очень важно выбрать правильный драйвер и выбрать нужные настройки. В нашем случае правильным драйвером для SQL сервера будет Microsoft OLED DB Driver for SQL Server. Мы выбираем нужный нам драйвер или провайдер. Далее. Поскольку в данном случае у нас не как в Ацессе просто база данных и просто офисное приложение, а именно сервер, который работает и управляет базами данных, то нам нужно выбрать имя сервера, которое зарегистрировано в системе. У нас есть сервер. У него есть свойства. Вот. И мне нужно выбрать его свойства. Имя сервера. Вот. Правильно указала. Теперь мне нужен, вот здесь написано, какая мне нужна идентификация. У нас идет проверка подлинности Windows. Значит, вот тут мне нужна Windows идентификация. Теперь мне нужно выбрать базу данных. База данных на сервере у меня есть две. Тест и тест-1. Имя сервера. Имя базы данных. Имя сервера мы берем вот здесь или при соединении. База данных и проверка соединения. Все. Она у нас прошла. И у нас есть connection string, который нам нужно для того, чтобы выполнять SQL-запросы, потому что наш DB-менеджер предназначен для того, чтобы выполнять SQL-запросы, которые вы выполняли вот там в сервере, то есть create table, alter table. Нам нужен Adobe Query. Adobe Query. Что это за компонент? Этот компонент наследник класса Adobe Dataset. И он представляет из себя специальный класс для выполнения запросов. Поэтому Query. Точно так же, как с табличкой, мы его соединяем с connection. И в отличие от таблички, вместо того, чтобы указывать имя таблицы, мы заполняем SQL. Вот что мы сюда в этот SQL запишем, то будет выполняться. У Adobe Query есть два метода, которыми мы будем пользоваться. Adobe Query 1. Первый метод называется execsql. Этот метод выполняет инструкции типа create, alter, insert, delete, update. И второй метод Adobe Query open. Этот метод выполняет инструкцию select, то есть открывает для чтения набор данных, которые получаются в результате выборки select. Вот этим компонентом, точнее этим классом мы с вами и воспользуемся. Но это модуль данных, а нам нужно вот это же иметь здесь. Как описываются эти элементы? Вот так. Давайте их также и опишем. Теперь в нашем классе DB Manager тоже есть Adobe Connection и Adobe Query. Как создаются эти два компонента? Они создаются в конструкторе, поскольку они входят в состав компонентной модели. Мы можем даже часть этого конструктора, вот здесь, посмотреть DFM-файлики, как текстовый документ. Тут даже не числится. Давайте его сохраним. UDM. И вот наш DFM-файлик. В принципе, это обычный текстовый файл, который мы можем открыть с помощью WordPad. И вот что мы здесь видим. Что у Adobe Connection есть Connection String. Вот такая, которую мы можем скопировать. Есть Provider. Есть Top и Left, которые нам, например, не нужны для того, чтобы использовать их в нашей библиотечке. Где должны создаваться вот эти два свойства нашего DB Manager? Ну, конечно же, в конструкторе. Давайте в конструкторе создадим эти две перемены. Как создавать? Создание переменных – это вызов конструкторов соответствующих классов. t-ado-connection мы передаем как указатель модуль, на котором он будет работать. Но в нашем случае модулем, на котором он будет работать, никто не является. Можем, поскольку мы в любом случае DB Manager будем выполнять через визуальную форму, можем вот сюда передать форм звездочка owner, хозяин, t-form. Вот так мы его сюда передадим. То же самое нам нужно сделать и с Adobe Query. Оба конструктора возвращают указатели на соответствующие элементы. Я здесь звездочку поставила, да, это указательный тип. А тут я уже не ставлю, потому что сами конструкторы возвращают мне то, что нужно. t-ado-query. h-файлики нам нужно взять библиотеку, которая будет содержать описание класса t-ado-connection и t-ado-query. И подключить ее вот сюда. Следующий шаг. Нам нужно сделать вот эти установки. В принципе, строку подключения можно передавать через отдельно connection string. Можно здесь напрямую указывать. Поскольку наша библиотека сейчас ориентируется на одну вашу базу данных, мы можем себе позволить в коде указывать. Через Adobe Connection будем менять. Все равно этот компонент у нас есть. Вот у нас как выглядит connection string. Adobe Connection 1. Стрелочка. Connection string. Равно. И мы передаем содержание этой connection string. Provider. Даже с плюсиками. А плюсики даже тут были? Да. Видите, она тут разбивалась на части. Разбивалась так, как ему удобно. Эти плюсики разбивал нам wizard. Еще важные вещи. Вот палочки, которые будет съедать наша среда. Палочки, как управляющие символы, их тоже нужно убирать. Точнее добавлять. Точка запятой. Теперь провайдер. Это тоже свойство Adobe Connection. Его надо тоже установить. Это то, что мы с вами выбирали вначале. Оно есть и здесь, оно нужно и тут. Смотрим. Все. Остальное top и left нас не интересует. У Adobe Query нас интересует только connection. Connection равно Adobe Connection 1. Вот так вот. Connection равно Adobe Connection 1. Предварительную настройку сделали. Теперь давайте сделаем connect to DB Manager. А дальше выполним хотя бы одну из команд create table void connect. Что нужно сделать в void connect? cpp файлик. Как сделать так, чтобы этот метод стал методом класса? Ему нужно указать, какому классу он принадлежит. Без имени класса это просто функция. С именем класса это метод класса. Что нам нужно сделать, чтобы осуществить connect? Очень просто. Adobe Connection 1. Active равно true. Active равно true. Вот так вот. Следующий шаг. Давайте создадим функцию, которая будет делать create table. Как создать табличку? Первое, что нам нужно при создании таблички, это имя таблички. Ansi string table name. Дальше нам нужно определение полей, то есть field definition. Копируем. Переносим сюда. Теперь вспоминаем, как создается табличка. Мы пишем create table, имя. Дальше открываем скобочку и пишем определение для полей. field one, type и так далее. И закрываем скобочку. Как выполняются SQL-запросы в технологии Adobe через Adobe Query? Первое, что нам нужно сделать в любом случае, чтобы мы не делали с базами данных, это написать оболочку try catch. Что такое оболочка try catch? Try catch – это специальная конструкция программная, которая предполагает, что в блоке try я пишу то, что может вызвать ошибку. А в блоке catch я пишу, как реагировать на эту ошибку. Таким образом, я так называемо управляю или обрабатываю исключения. По-английски handling – управление исключением. Если вдруг возникает exception, критическая ошибка, то ваша программа не падает, а выдает сообщение, которое написано вот тут. Show message, скажем, error in create statement. Что-то ввели не так. Чтобы show message и чтобы ANSI-стринг были видны, нам нужно будет подключить несколько библиотечек еще. Show message у нас в библиотеке dialogues. По-моему, даже VCL dialogues. Сейчас проверим. Вот, VCL dialogues. А ANSI-стринг… Где тут у нас ANSI-стринг? Вот. ANSI-стринг у нас sys-mac. В принципе, наверно… Сейчас проверим, будет она нам ругаться на ANSI-стринг или нет. Active is not a member of adult connection. Connected… Connected… Правильно. Connected through. Invalid pointer addition… Это… Вот так вот. Connected… Говорит о том, что слишком короткое было название. Вот тоже с этим, помню, сталкивались. Деление на части. Pointer addition. Pointer addition – это добавление. Ошибок нету. Значит, все наши библиотечки уже подключены. Подключение сделано. Будем вызывать его теперь в Create Table. Как работает Create Table? Нам нужно воспользоваться ad hoc query 1 и в ad hoc query 1 выполнить следующее действие. Первое. SQL – это текст SQL-запроса. Он типа the strings. То есть он так, как у memo lines, как у combo box, items, SQL. То есть это многострочный тип данных. И сюда мы методами add добавляем просто текст запроса. Пишем create table и table name. Вот отсюда берем. Плюс table name. Открываем скобочку. Добавляем fields definition. Закрываем скобочку. И таким образом будем выполнять наш запрос. Какая табличка, какие поля и как они будут выглядеть. До того, как начинать какие-либо действия. Потому что у нас ad hoc query будет использоваться не один раз. Мы должны очистить текст запроса, чтобы предыдущие попытки выполнения не мешали нам. И после нам нужно выполнить вот так. Теперь давайте попробуем создать табличку в main форме. Create table. Сначала для примера какую-нибудь табличку создадим. Для того, чтобы воспользоваться нашим классом, нам нужно первое создать переменную данного класса. Вот здесь создаем переменную db. Для того, чтобы эта переменная была видна, нам нужно подключить модуль этого класса. А теперь нам нужно создать экземпляр вот этого db-менеджера. Создадим мы его там же, где создается и сама форма. А передавать мы ей будем в качестве owner, или того, кто будет хозяином, саму форму. Здесь мы пользуемся методом db-connect, а дальше db-create-table. Какую табличку создадим? Создадим табличку test1 с такими полями как f1 типа integer, f2 типа float, просто для тренировки. f1 типа integer, f2 типа float. Чтобы увидеть, прошло ли соединение успешно, давайте делаем здесь тоже try-catch. Три точки в кетче означает, в случае любой ошибки будет переходить на блок обработки. Если здесь ошибка, тогда нам нужно здесь сказать об этом. Error in connect string. Или с нашим сервером. То есть, если все хорошо, можем сказать, что она соединилась, а можем ничего не говорить. Но в случае, если плохо, обязательно об этом надо сказать. Create table. Все. Мы ничего не говорили о том, что все хорошо. Давайте обновим набор табличек в базе данных тест и посмотрим. Вот наша табличка test1. И вот наши два ключика, которые мы создали. Теперь давайте напишем метод удалить. drop table. Drop table намного проще. Здесь просто имя таблички. Как реализуется drop table. Снова принадлежность к классу. И try-catch. Очищаем. Заполняем. Заполняем. Заполняем как? Drop table. Больше ничего не нужно. Точка с запятой. Error in drop statement. А что может быть не так в drop statement? Table does not exist. По сути дела, больше ничего нет. Других вариантов нету. Создадим еще одну кнопочку. Она будет делать drop table. Как вызвать drop table? DB. Drop table. Test1. И так, чтобы вот этот connect не перетаскивать туда-сюда, мы возьмем и перетащим его вот сюда. Пока мы работаем с нашей библиотечкой, у нас будет держаться connect. Открыли, присоединились, работаем, что-то делаем. Открыли, отсоединились. Давайте еще как бы disconnect сделаем, да? Потому что connect у нас есть, а disconnect у нас нет. Ну и тут вряд ли какие-то могут быть ошибки. Отсоединение в любом случае просто разрывается и соединяет, даже если их не было. Естественно, этот метод disconnect нам нужно включить и сюда. Disconnect. Обязательно, даже если мы не вызвали этот метод, при удалении DB-менеджера, то есть деструктор, вызывается деструктор и вызываем метод disconnect. Даже если вдруг где-то мы в программке забыли это сделать, то здесь обязательно это нужно сделать, то есть отсоединиться. И вот оно, место, где важно использовать деструктор и актуален деструктор, то есть отсоединиться от внешнего объекта в виде базы данных. Когда здесь будет вызываться деструктор? Когда здесь будет вызываться деструктор? Деструктор будет вызываться тогда, когда вы будете закрывать вашу программу или уничтожать форму, на которой она работает. В нашем случае мы будем disconnect вызывать на onDestroy. Давайте еще раз попробуем. Create table уже нельзя, уже существует. Drop table удалили. Теперь create table сработало. Если мы дважды drop table вызовем, то вызовется наше исключение, что такой нет уже таблички. Поэтому удалять ее нельзя. Create table мы здесь написали такой. Очень и очень, скажем так, рассчитанный на продвинутого пользователя. Конечно, возможно, хочется, чтобы этот create table был немного другим. Может быть, чтобы этот create table имел как бы список полей, которые мы будем формировать. Чтобы мы могли записывать или дописывать, доделывать в процессе формирования. Ведь одна из задач, которую вы должны будете выполнить, это конструктор SQL-запросов. Для того, чтобы это сделать, нам нужно вот это field definition, где мы просто через запятую указываем все поля, преобразовать в массив описаний полей. Массив типа ansiString или вектор описаний полей. И здесь делаем include вектор h. Тоже точка h. Fields definition. Другой уже вариант реализации. Если у нас здесь есть вектор типа ansiString, то нам самим нужно будет добавлять запятые. Самим нужно будет формировать вот эту вот строку. Давайте с create table. Create table. А тут все так же остается. Очищаем. Create table. Table name. Но вот теперь у нас идет немножко другое. Нам нужно сформировать эту строку из множества строчек. И делать ее мы будем следующим образом. Первое, что мы добавим, это просто окончание. Это то, с чего всегда нужно начинать. Вы написали create table, имя таблички. И сразу же внизу закройте эту скобочку, чтобы она никуда не потерялась. Следующий шаг. Нам нужно заполнить поля for int и равное нулю, и меньше size, размер вектора, и плюс-плюс. И здесь мы будем формировать строку подключения. Вот она. Каждый раз добавляя к ней определение. Скобочка открыта. Теперь сюда мы помещаем из fields.depth одно из определений. И тое определение, которое является строкой. Добавляем туда запятую и переходим на следующее. Последнее нам не нужно добавлять запятую. Поэтому мы идем до последнего, а последнее добавляем без запятой. size минус первое. Ему не нужна запятая. Вообще его можно объединить даже вот с этой скобочкой. Вот так вот. Чтобы сэкономить немножко строчки. Here. Заполнили. Exact SQL. Давайте проверим. Здесь тогда нам нужно для нового вида create. create table field list. Это другой способ. Create table. А у нас, смотрите, есть два create table с разным набором параметров. Это называется перегрузка функций. Для чего используется перегрузка функций? Для того, чтобы иметь одну команду, но при разных входящих параметрах выполнять одно и то же. Можно было бы написать create table 1, create table 2, но это не так удобно. Так я точно знаю, что она делает. Создает табличку. Но по-разному. Понятно, что для того, чтобы сейчас вызвать, то мне нужно создать вот этот вектор. И в этот вектор поместить данные. И тогда сюда я передаю вот это. Fields definition. Теперь я могу создавать то же самое, но только другим способом. Что здесь? Undefined symbol. А, вот. Вот что я забыла. Видите? И опять ошибка. Я этот метод не присоединила к классу. Поэтому получилась ошибка. Drop на всякий случай, чтобы точно не было. Теперь create. Можно было бы там сделать что-нибудь типа не войдовской функции, а функции bool. Сейчас мы переделаем для того, чтобы было понятно, создалось или не создалось. Successful или не successful. База там. Обновить. И вот это наша табличка. Тест 1. Тест 1. Она тут и есть. С нашими ключиками. Давайте тогда эти функции преобразуем. Сделаем им bool. и это будет нам говорить о том, все ли прошло хорошо. Мы можем потом воспользоваться этой информацией, можем нет. То есть здесь мы делаем return true, а здесь делаем return false. и тогда на стороне клиентской программы мы можем написать If create table show message created successful. Будем тогда знать, что все хорошо прошло. Ну и тут тоже такая же конструкция может быть. If. Вот так. И drop table тоже можно обернуть в такую оберточку для удобства анализа информации, полученной от внешней библиотечки. И еще что можно в create table. И вообще когда вот такое можно использовать? Ведь надо сначала создать вектор, потом сформировать его. Вроде бы действий стало больше, даже может быть чем-то неудобно. Но когда это возможно? Когда я собираю данные извне, то есть они не поступают мне от пользователя в виде программиста. Вот взяли и записали просто сюда перечень ваших полей. А эти данные вы собираете, может быть, с визуальных компонентов, может быть, с разных модулей, может быть, читаете из файликов, из потоков. Это для конструкторов подходит. Еще одно сделаем с добавлением нового класса. Класс field.def. Класс field.definition. Класс описанием поля. Что у нас есть в описании поля? В описании поля у нас есть несколько вещей. Первое – это name, типа ANSI-стринг. Дальше у нас есть тип, который мы тоже будем использовать, типа ANSI-стринг. И еще у нас есть ограничение. Constraint. Constraint. Name, type, constraint. Field.definition. Тогда наша новая функция или наш новый метод. Метод – это функция внутри класса. Будет содержать перечень полей. Не имен просто, а именно полей. Вспоминаем. Первое – db-менеджер. Привязываем к классу. Формируем конструкцию try-catch. И теперь уже вот здесь у нас будет не просто плюсик, а нам нужно будет формировать из нескольких. То есть у нас есть name, плюс, type, плюс. И между каждым из них есть пробел. Вот так. Имя, пробел, тип, пробел, constraint. Constraint – это check или not null, primary key. Вот такой constraint. И запятая. Тут то же самое. Только у нас размер массива или i мы меняем на вот этот идентификатор. name, тип и constraint. И здесь просто закрывающаяся скобочка без запятой. Здесь у нас запятая, здесь закрывающаяся скобочка. В каком случае нам нужно или возможно вот такое create table с набором полей? Третий вариант. Когда, например, набор полей мы получаем из string grid. Сейчас я сделаю его редактируемым и уберем вот эти вот фиксированные колоночки и строчки. Так. Fixed columns нам не надо. 0. Потому что fixed columns не дает нам редактировать. Нам нужно имя поля, тип поля, ограничение поля. Три колоночки. Call count нам нужно 3. Вот так. Call count 3. Ширину можем сделать побольше. Default width можем сделать 100. Для того, чтобы мы могли редактировать его, нам нужно в options сделать grid options editing. Включили. Теперь я сюда могу вписывать, а здесь могу считывать. То есть здесь я буду for int и равное 0. И меньше. И здесь нужно будет string grid 1 row count. Это у нас будет количество полей. И сейчас мы сделаем row count единичка. И надо будет предусмотреть, чтобы этот row count увеличилось. Почему двоечка? Первый у нас заголовочный, а второй уже фиксированный. Значит, первый мы пропускаем, а со второго начинаем. Первый пропускаем, со второго начинаем. Нам нужно создать вектор, только вектор полей. Вот так называется наш класс со звездочкой. И этот вектор полей нужно будет заполнять. Как его заполнять? Для заполнения вектора полей нам нужно будет создавать эту переменную и заполнять у нее параметры. f стелочка name равно string grid 1 cells. Какое? Первая идет колонка. Это 0. Вторая идет строчка. Это i. Нулевая это name. Первая это type. Третья это constraint. Сформировали. Теперь мы должны записать pushback f. Так мы записываем весь набор. Теперь мы этот набор просто сюда помещаем. Дальше мало что меняется. Эти типы данных поменялись. И мы, в принципе, не заморачиваемся, как оно там работает. Мы просто говорим, какие поля нам нужны. Проверяем. Стрелочки. Почему нам нужны стрелочки? Потому что у нас указательный тип. О, смотрите, как хорошо. И кнопочка add. Что будет делать кнопочка add? Оно будет делать просто row count плюс-плюс. Попробуем. Мучаем табличку тест 1. На всякий случай удалим ее. Здесь еще нужно будет добавить подписи. f1 char 10. Not primary key. Тут уже будем больше. Add. f2 int. Так. Create table. Create successful. Проверяем. Обновить. Теперь у нас два столбика другие. Видите, как мы создали. char not null и int not null. Теперь так, как мы изначально создавали, было бы неудобно. А тут мы собираем информацию и помещаем ее в нужные места. Здесь тоже можно эту информацию собирать плюсиками. Но тут она как-то так вот более элегантно вроде кажется. Это все три варианта имеют право на существование. В вашей работе вам нужно будет сделать конструктор для табличек edit. Edit это table name. Это у нас table name. даже сделаем какой-нибудь group box, на который будем располагать элементы. Это table name. Это у нас будет определение полей. А вот это будет, собственно, то, что будет помогать нам формировать новые поля. Эта работа состоит из двух частей. Первая часть представляет из себя create table и drop table ваших табличек. То есть у вас должно быть. Сейчас я покажу еще. Found you VCL form. У вас должно быть столько кнопочек, сколько у вас табличек. Create drop. Create drop. Вот, допустим. Create дисциплины или там товары. Create категория. Create категории. И так далее. Итак, на все ваши таблички. Create, Drop, Create, Drop. Здесь вы будете прописывать четко по вашим схемам Create Table. Не забываем, что для того, чтобы это было возможно, нам нужно DB Manager сюда тоже скопировать. Подключение библиотеки тоже скопировать. И вот этот вот Connect нам тоже нужен. Я бы даже, если вот так, Connect, то чтобы не держать этот Connect постоянно, Connect лучше сделать в OnShow или даже OnActivate. Становимся активной, делаем Connect. Вот, Deactivate, Deactivate, Дисконнект. Чтобы, если мы переключаемся между несколькими формочками, у нас эта Connection не держалась. Activate, Connect, Deactivate, Дисконнект. Здесь делаем точно так же. Этот Connect отсюда уберем. А будем Connect делать, когда будем активировать эту формочку. Создание, никуда от него не денешься. А вот Connect, Дисконнект. И тогда вот на этих кнопочках вы делаете ваш грид. Или вот этим способом, или вот этим способом. Или так. Или вот так. Ну, в принципе, вот этот вот более сложный метод, может быть, вам и не нужен будет. Он актуален, когда мы собираем из гридов, там удобно. Ну, тоже как бы пожелание. Это будет восстановление вашей базы данных. А это конструктор. Здесь вы можете расположить Edit, имя поля и ComboBox для типов полей. И Size можно устанавливать для поля типа Char. Также ComboBox вам нужен для ограничений. Имя, тип, ограничения.